Новости экономики продолжает эфир телеканала Кубань 24. Это деловые факты в студии Кристина Пьяных. Здравствуйте. Продукция кубанских предпринимателей в крупнейших супермаркетах страны и бизнесмены региона смогут реализовать свои товары на привлекательных площадках. Об этом стало известно во время встречи президента ТПП России губернатора Краснодарского края в Москве. На сегодняшний день отдельным вопросом стоит качество продукции, которое поступает в сети. Но самое главное, чтобы в эти сети попали представители регионального малого бизнеса. Проект «Агро» за качество пилотный и одной из территорий выбран Краснодарский край. Местные предприниматели должны иметь возможность сбыть товар под брендом «Сделано на Кубани». В этом случае сотрудничество будет максимально выгодным для обеих сторон. Кроме того, в Москве стало известно, что в Краснодаре откроют первый в России МФЦ для иностранных инвесторов. Глава региона отметил, что сегодня Кубань вызывает неподдельные интересы у международного бизнес-сообщества. Инвестиционные полномочные муниципалитетов края пойдут учиться. В Краснодаре стартует цикл обучающих семинаров. Они проходят на базе каворкинг-центра «Место действия». Это проект департамента инвестиций развития малого и среднего предпринимательства Кубани. Уроки нужны для процесса внедрения проектного управления. Специалистам рассказывают о стратегии социально-экономического развития региона и нововведениях в области инвест-политики. Также предусмотрен анализ актуальных проблем развития малого и среднего предпринимательства и муниципально-частного партнерства. Запланировано пять сессий. Учеба растянется до июня. Лекции читают руководители структурных подразделений департамента и Министерства экономики региона. Кроме того, в каждой учебной сессии ожидается участие представителей федеральных органов власти и организаций. Департамент определен ответственным за внедрение проектного управления в Краснодарском крае. Направление для нас относительно новое, поэтому мы делаем ставку на обучение наших коллег из краевых и муниципальных структур. В начале года департамент реализовал первый обучающий проект по теме проектного управления. Выдача микрозаймов в регионе почти не изменилась. Спрос на этот вид финансовой услуги остался на уровне прошлого года. За ней обратились более 20 тысяч раз. Поэтому число Кубань занимает седьмое место в России. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Лидер рейтинга Москва. Там выдали 28 тысяч кредитов. А также Башкирия, Свердловская область с показателем 23 тысячи. Некоторое увеличение темпов выдачи микрозаймов в начале года по-прежнему связано с их востребованностью. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков. И при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер. Впрочем, говорить о каком-либо сложившемся тренде пока рано. Так, в течение 2017 года динамика выдачи микрозаймов в отдельные периоды времени колебалась от уверенного роста до почти полной его остановки. Средний размер займа до зарплаты в Краснодарском крае по итогам прошлого года вырос на 40% до 11 200 рублей. Об этом сообщают РБК. Почти 7 миллиардов рублей на льготные автокредиты и лизинг выделяют правительство. Финансирование предусмотрено на этот год. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Из резервов мы выделяем сегодня деньги на поддержку автомобильной и легкой промышленности. Всего это больше 12 миллиардов рублей. Более половины этой суммы, в районе 7 миллиардов, пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств. Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники. Мера поможет сохранить ставки по кредитам и лизингу на нормальном уровне. Правительство рассчитывает на поддержание спроса на автомобили. В завершении выпуска курс валют на 31 марта от Центрального банка России. Вот на каких отметках остановились доллар и евро. Это были «Деловые факты». Оставайтесь на телеканале Кубань 24.